И потом повторить. Итак, у нас сегодня урок рисунка. Это значит, что мы будем именно использовать карандашики. Я взяла акварельные карандашики, потому что их можно красиво размывать, но это могут быть любые другие карандаши, просто простые. Если у вас есть акварельные, возьмите акварельные. Нам понадобится бумага. Если мы используем акварельные карандаши, то желательно, ребята, бумагу использовать акварельную. Watercolor paper. Если вы используете стандартные карандаши, you could use any paper what you prefer. Да, mix media will work too. Mix media visual done и будет тоже работать. Окей. У меня есть тарелочка, вы можете видеть. Если у вас, я вас призываю взять любую тарелочку, которая есть, главное, чтобы она вмещалась на листочек, да. Вертикальная позиция сегодня будет нашей работы. Вертикальная. Vertical position of our work. Today we will draw in vertical position. И кто готов, покажите лайк. Окей, отлично, я вижу. Аина готова. Камилочка готова. Сережа. Элина готова. Супер, отлично. А Элин готова. И Ева. Мы ждем Еву. Готова. Отлично. Тогда мы начинаем. Итак, сегодня... Нету тарелки. Нету тарелки, любую круглую поверхность. Или тогда нужно будет чертить от руки. То есть можно будет чертить от руки, но, конечно, если через тарелочку или любую круглую поверхность, которую под рукой можно будет найти, это будет более красиво. So, if you will find any circle in your room with circle form, it will be better than you will draw it by hand. Окей, что же мы будем рисовать? Я вам покажу. Я хочу сразу сказать большое спасибо Аине, потому что это была идея Аины. Как я напомню, вы можете присылать свои идеи, чтобы вы хотели нарисовать. И я их буду адаптировать под наш урок, и мы будем это рисовать. So, Аина, thank you so much that you sent us this interesting idea. Это как ловец снов, да, называется. Мы называем это обереги. И сегодня мы будем вот такую красоту рисовать и потренируемся делать перышки. Это очень хорошее упражнение и будет очень красиво. Вот я несколько нашла в интернете. Естественно, дизайн вы сможете выбрать свой. Но мы можем за основу взять любой-любой круг. Я вот так справа положу, чтобы можно было видно. I will put it on the right side to make sure that you can see. И мы положим. Я кладу тарелочку. У меня есть карандашик. Ластик, напомню, стационарный, да, это должен быть идеально чистый ластик. То есть, it should be very clean erasal. And it should be separately. Don't use it on your pencil. Never. If you want to have clean work. Just separate erasal. Только отдельный ластик. Итак, где-то посередине, посмотрите. Not on the left side. Not on the right. Not on the bottom, middle or top. It's on the top side. And in the center. И в центре. То есть, справа и слева примерно одинаковое расстояние. So, on the right and on the left side, you have the same space. Да, я рекомендую взять тарелочку. Но вы можете нарисовать круг от руки. I recommend you to take any plate from your kitchen. But if you want, you can draw a circle yourself. Да, Айлин. Супер, отлично. Очень хорошо. Прекрасно. Очень хорошо. Прекрасно у Альданы. Да, у всех могут быть разные тарелочки. Good job. Аин. Молодец. Сильно не давишь. Очень хорошо соблюдаешь правила. We don't push very strong. It's very, very good. Так, и смотрим Элина. Умничка. Супер сверху. Да, отлично. Элина. Прекрасно. Очень хорошо. Камил получилось. Сережа. Вижу отличный круг. Очень хорошая у Сережи позиция. И вижу у Камилы позицию. Замечательно. Итак, мы можем выбрать несколько разных, как я вам показала, дизайн. Да, посмотрите, тут есть несколько дизайнов. Есть, когда мы в центре, из центра рисуем узоры. Есть, когда мы еще один круг рисуем и делаем узоры. Это up to you. Значит, я сделаю что-то в центре, да. То есть, я сделаю в центре кружочек, на который мы будем наматывать ниточки. But it's up to you. It could be your design, what you prefer. И выглядит это следующим образом. Лепесток. Лепесток. Like the lift. Потом еще один, только уже перекрывает другой лепесток. 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 И еще раз. Они будут друг друга перекрывать несколько раз. You will see covering several times. It's okay. И я сейчас приближу, вы сможете увидеть, как это выглядит сблизи. Вот таким образом. This is my design, but you can use something like that. You can draw one more circle inside and do the same. Or you can use something like that. It's up to you. Please use your design. It will be very interesting to see each design of each work on the lesson. Значит, вы можете использовать любой design. который вы хотите. Здесь нету правильного. Да. А я могу вот такой дизайн делать? Да, конечно. Ты можешь такой. Конечно. Однозначно. Да. Можно такой дизайн в виде луны использовать. Я сейчас немножко ускорюсь. Вы можете крутить. You can turn your work if it will help you. You can turn. Да, да, да. Элина, покажи ближе, ближе, ближе. Да. Exactly. Элина, look at here. Посмотри сюда. Да, у тебя каждый раз точка. Any time when you will draw, it's not from the same dot. Это не каждый раз с одной точки. Это из разной. Раз, два, три. Немножко как бы сдвигаешься, да. Обрати внимание. То есть не все лепестки из одной точки. Постарайся двигаться. Очень хорошо, продолжай. Главное, старайся двигаться. И если вам легче, например, крутить работу, вы можете крутить. Идея в том, что все лепестки пересекаются друг с другом. Потренируйте ваши линии, чтобы это было похоже, конечно, на лепесточки, да. И вы можете это крутить, как вам удобно. И когда мы сделаем, мы посмотрим, как у кого получилось. Используйте листочки только once. Please use, lift just once. You can see, sometimes it could be more often, sometimes it could be not very often, it could be rare. Иногда это могут быть редкие как бы лепесточки. В этом ничего страшного нет, потому что это нитки, да. То есть мы имитируем, у нас есть некая имитация ниточек, которые как будто бы намотаны, да. Как будто бы намотаны. Я остановлюсь. I will stay on this step before we will do the next contour. Следующий контур. Но я вас подожду, не переживайте. Да, Альдана, абсолютно супер отлично. Альдан, don't push very strong, you did everything perfect, just don't push, yes, you could, да, ты можешь заточить как бы карандаш, чтобы он был остренький, но не нажимай слишком сильно для того, чтобы легче, если нужно исправить, чтобы это было легко поправить, да. В остальном все прекрасно. Остальное, Альдана, good job. Смотрим у Аины, Аина прекрасно, замечательно, очень хорошо, не давишь, хорошей линией супер, отлично, отлично, Аиночка. Аина, good job, yes. We are not pushing very strong, lines, very thin. Вижу, Сережа старается, yes. If you need to use a razor, you could use, it's common, very common. If somebody did all, all lines, если кто-то все-все линии сделал, то вы можете сделать как бы контур вашего круга, потому что все эти веревочки наматываются как бы наверх. Да, абсолютно верно, да, Элина, очень-очень хорошо, супер, супер, отлично. Ты можешь делать контур. Try to do the contour, and it should be the same size, what size of the circle. Тот же как бы size, тот же размер, видите, он не должен вот так вот у вас ходить, да. Он должен быть примерно того же размера, it should be the same size as a main circle, как основной круг. Примерно должен быть тот же размер, что и основной круг. И вы можете крутить, смотрим, Аина, Аина, отлично, да, Ай, прости, Айлин, Айлин, отлично, старайся сильно не давить, очень хорошо, старайся мягче-мягче идти, да. И можно, если вам нужно, вы можете поворачивать в разные стороны, как вам удобно. Что еще я хочу сказать? Ребят, у кого, если кто-то начинает рисовать и пачкать работу, возьмите листочек бумаги. Take, please, a list of paper and put under your hand. Положите под вашу руку. Для того, чтобы не растирать это. Смотрим, Камилочка. Супер, Камилочка, прям цветочек получился. Отлично, Камила, отлично. Камил, обязательно подложи под низ листочек. Альдан, как у тебя дела? Ты сейчас толщину делаешь, да? Можешь к толщине переходить, у тебя прекрасный Альдана цветок. Hey, class, please, use extra paper to put it under your hand. Because you will mix your flower. Вы будете как бы ваш цветок замиксовывать, и it will look great. Это будет казаться серого цвета, чтобы такого не происходило. Нам как раз-таки надо положить под низ руки листочек. И мы сильно не давим. And we don't push very strong. It's very critical. Don't push very strong. Саша, о, Сережа, отлично. I see, I see that Сережа, he is using the paper for making more clean work. Для того, чтобы сделать работу более чистой. Так, Альдана супер, отлично, отлично. Замечательно, Альданочка, очень хорошо. Если нужно чуть-чуть подправить, видите, я хочу толщину подправить, я подправлю. Так, Аина. Аина, отлично, толщину. Я не вижу толщину, может быть, просто не видно через камеру. Она у тебя есть? Есть, да, вот эта толщина, которую как колесико мы рисуем, знаешь, как колесико. Я знаю, это немножечко сложная будет задача для того, чтобы колесико сделать такой же толщиной по всему периметру. Но это будет хорошая тренировка для вас. But it's good exercise for you, for you guys. When you try to do the circle with the same size. Ой, видите, я тоже могу немножечко выходить. И это абсолютно нормально. And it's absolutely okay. Это у нас будет место, где крепятся, то есть вот это колесико, толщина, да, толщина, это где крепятся. Смотрим Камила. Камила, отлично. Окей, Аина вижу тонкий. Good job, Аина. Yes. Так, Сережа, смотрю. Сереж, я вижу, у тебя лепесток внутри, да, внутри получается, снаружи нету? У тебя там круг снаружи, можешь в ней чуть-чуть приподнять работу и поближе показать? Could you show me more clothes? Yes. More clothes, more clothes, more clothes, more clothes, more clothes, more clothes, more clothes. Окей, I see. Your flower inside doesn't touch the circle, the contour of the circle. Yes, do you see? It means that you need to draw some line, what will touch the circle, or you need to draw one more circle. It's up to you. Look at here. Lines, как бы линии, да, они вот здесь будут крепиться на каждом, на каждом из вот этих, ну, кружочков, они крепятся. То есть тебе нужны какие-то линии. Не исправляй, ты можешь просто ниточки, например, дорисовать вот так. Смотри, Сереж, я тебе покажу. Сейчас я для Сережи покажу. У тебя вот так вот идет цветочек, видишь, да, к Сереже. Ты можешь сделать, что у тебя ниточка вот так крепится. You can do something like that, окей? Угу, супер. Элина, хорошо, секунду, я смотрю ближе. Так, отлично. Элина, очень хорошо, отлично. Видишь, Элин, справа потолще, слева потоньше. Однако очень хорошо смотрится. Это я тебе уже говорю, где можно улучшиться, да. Но сейчас очень-очень хорошая толщина. Very, very good. Камила, отлично, листочек тоже положила. Очень-очень хорошо. Окей, we did the first step. Мы сделали первый степ. Элина, не вижу камеру, Альдана тоже пропала камеру. И у Евы я хочу посмотреть. И у Евы я хочу посмотреть, как получилось. Да, у Евы давно не видела. Окей, good job. Ева сильно не нажимает. Don't push very strong, окей? Don't push very strong. Отлично. Значит, теперь мы будем придумывать, какие же мы перышки будем делать. We need to choose or your idea. We can do something like that. Мы можем сделать что-то такое, когда вот перышки, да, прям вот отсюда идут со стразами. Мы можем сделать на веревочке. Я сделаю вот этот вариант на веревочке. Мне очень нравится. But anything other, it's up to you. Just make sure that your lines are vertical. Просто будьте уверены, что линии ваши вертикальны. Я сейчас вам покажу. Yes. Look at here. You need to be sure that all lines will leave vertical. Вертикальны – это значит, они свисают. Они как бы не гуляют. Не так. Не так, да. Они полностью будут вот так вот вертикальную позицию иметь. Это очень-очень важно. Vertical position. It will be vertical. Как бы они вниз висят. Да? Итак, и мы начнем с самого края, чуть-чуть отступив вот где-то отсюда. Вот отсюда. Первая линия вертикальна. I will push stronger. А плечи, можно ли? Sure, of course. Of course, I will do. Конечно, я сделаю. Итак. I will push a little bit stronger, but you don't push very strong. I think you remember. Yes? But it should be vertical and parallel and parallel, да, параллельно листу. Посмотрите. Не делайте это сильно под углом. Так. Ну, давайте еще одну. Одну, одну можно вертикально. И она может немножко вбок уйти. Сейчас я сделаю подальше. Посмотрите. И немножечко вбок. Но начинается вертикально. Вторая линия вертикальная. И немножечко она может вбок уйти. Третья линия вообще коротенькая будет. Вот здесь где-то. И вот здесь вот линия будет тоже вертикальная. И вот так она уйдет, например. Это могут быть любые линии. It could be any, any lines, but just vertical in the beginning. Но вертикальный в начале. Потому что все, что свисает, оно должно иметь вертикальное начало. Я сейчас приближу. I will do more close right now. But I think you got main idea. Yes, vertical. And then it could change the line. Сначала вертикальная позиция. И потом это может изменить линию вашу. Отлично. Сережа, good job. Excellent. Вот Сережа очень хорошо. Замечательно. Прям супер вертикально свисает. Прекрасно. Очень-очень хорошо. Смотрим. Так. Аина тоже, тоже прекрасно. Ребят, вы можете здесь. Потом мы можем что-то добавить. Так. Элина смотрим. Да. Хорошо. Элиночка. Хорошо. Здесь вижу. Отлично. Элиночка. Оставляем. Камила старается. Прекрасно вижу. Камила очень хорошо. Айлин потеряли. Где наша Айлин? Где наша Айлин? Уж вышла. Так. Итак, мы сейчас делаем пёрышки. Как дела у Айлины и Альданы. Хочу посмотреть. И мы сейчас будем добавлять пёрышки. Вот в эту красотищу будем добавлять пёрышки. Помните, под низ подкладывайте, пожалуйста, листочек. Не забывайте. Don't forget to put some paper. И я сейчас делаю первый-первый лепесточек. Итак, он будет смотреть вниз. Hey, класс. Look at me. Hey, класс. Смотрим на меня. Just make sure that you will not skip something. Смотрите, как будто бы ёлочка. Да, вот так вот. Как будто бы ёлочка вниз спускается линией. И чашечкой в конце. Сейчас я сделаю поближе. Секундочку. Как будто бы ёлочка или рыбка. Знаете, у рыбки есть, как это называется, у рыбки позвоночник, да, скелет. Вот таким образом рисуется пёрышко, а потом соединяется. Вот первое пёрышко готово. I will show you again. Don't worry. I will show you again. Это, например, вот точно такое же, давайте. Ещё раз. Как будто бы вниз, как будто бы, ну как сказать, или у листочка, знаете, у листочка, когда есть линии такие растут. У листочка. As a lift. Yes. И контур. And contour. Это ещё один. А ещё одно пёрышко. One more. Ещё одно пёрышко. Сейчас здесь делаю. And you could repeat. И вы можете повторить. Я немножко продлю вниз. Very important. If one lift will cover other. Если, как бы, один листочек перекроет другой, it's ok. It's normal. Don't try to save some space. Не пытайтесь сохранить какое-то место. Если перекрывают, it could be behind or above, it's ok. Absolutely ok. Если один листочек, например, перекрывает другой, вот так, да, например, один перекрывает другой, it's absolutely ok. Очень хорошо. Элина, замечательно. Элина, очень-очень хорошо. Супер. Угу. Очень хорошо. И таким же образом мы добавляем ещё листочек. Вот у меня, как это, пёрышко, да. У меня ещё одно пёрышко. Посмотрите. One more. But form is different. Как бы форма немножко другая. And one will cover other. Один перекроет другой. Один перекроет другой. И я сейчас добавлю ещё. И форма, вы можете видеть, как бы, не совсем правильная, чтобы у нас были интересные разные листочки. Ещё один. One more. And one more will be blue. И ещё один будет голубой. Но пониже я его сделаю. И ещё один нужно... И так же на United Schwome. И так же не ближе. Я пока бусту. И так же沒有. И так же грязь. Знаю. И если ты publicу. one cover other and it's absolutely ok don't try to draw around if it's covering it's ok если это как бы за перекрывает это абсолютно окей не пытайтесь как бы вместить один в другой если один перекрывает другой это хорошо его выше чуть выше чуть выше отлично очень хорошо супер его отлично его сверху нужно будет у луны острый кончик сделать хорошо сейчас я тебе покажу его you have something like that and you have this ты у тебя такой узор который вот сюда вот так идет прости я бы хотела чтобы вот здесь острый тоже был узор вот тут видишь остренький снизу очень хорошо сверху должен быть острый отлично прекрасно серёжа замечательно да серёж вот здесь вот хочется какую-то вот справа вот вот здесь в этом углу как будто немножко не хватает там очень маленькая перышко как будто чего-то не хватает добавь одно среднее перышко вот с правой стороны до справа и сразу она будет более сбалансированная работа ну и у меня еще одно перышко я его она у меня видите перекрывается поверх другого и в этом ничего такого нет похоже на огурчик сразу я затираю потому что другое перышко я не вижу да абсолютно верно ева да серёж какой вопрос мне вот здесь одно добавить да 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 правильно да прям ты хорошо чувствуешь там ok please add little bit more details for your items например смотрите вот здесь вот я немножко перышки наверх добавила да чуть-чуть какие-то детали мелкие здесь перышки наверх вылезли здесь пусть целая будет тут например тоже несколько перышек как будто бы наверх то есть я как будто придаю детали more details тут тут где-то видите немножко детали придаю и конечно нам надо это задекорировать что значит задекорировать какие-то шарики да потому что вы же знаете что чем красивее чем больше деталей разных тем это смотрится эффектней любые вы можете делать треугольники овальчики шарики бусинки все что хотите смотрим элина ближе more close more close more close очень хорошо один заходит за другой замечательная линочка очень-очень хорошо замечательно можешь добавлять детали в виде бусинок каких-то красивых элементов каких-то красивых элементов и и и и и и и Я сейчас добавляю еще одну линию. Обалденно, вообще супер, очень необычные перышки, очень. У тебя они другие и мне очень нравятся, то есть они прям вот, я не знаю, как это, вот есть такие перышки, они такие из металла делаются, очень красиво. Ева, отлично, острый край, замечательно. Смотрим, Айлин, more clothes, ближе, 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 о, слушайте, ну вообще работы обалденные, очень красиво, Айлин, супер. Да, отлично, Айлин тоже хорошо. Я хочу посмотреть Элина и Камила, Сережа, добавить еще одну веточку, да. And you, I, I want to add one, oops, one more line. I want to add Элина, очень хорошо, отлично, Элина, окей. I want to add one more line on the left side. It's just my design, but it's up to you. You can do it or not. It's up to you, and we will start coloring. Это линия, которая проходит сзади, то есть она проходит сзади, и вот здесь сходится для того, чтобы здесь вошел кулон. Просто так хочется, да, то есть будет кулончик. Вот такой квадратик. Вы это можете делать или нет, это up to you. Я решила сделать, да, мне хочется это добавить, то есть прям хочется добавить. То есть я здесь добавила еще и кулончик. Я добавила, просто это было в другом рисунке, я закомбинировала и хочу показать, как это может выглядеть. Но это up to you. И теперь там, где у нас крепятся листочки, нам нужно, конечно, сделать крепление. Крепление это вот такие полосочки полукругом. И мы готовы уже к цвету. Вот так. I will do more clothes. One second. Я сделаю ему... Вот посмотрите, видите, там, где крепятся, мы делаем полукруг. Half of circle. Это место, где происходит крепление. И вот здесь. и это все так сережа отлично очень хорошо сереж мне нравится что один лепесток заходит за другой пожалуйста сделай крепление да тут там где крепятся должно быть крепление обязательно или или на выше отлично да значит guys i want to show you one one thing one second крепление заходит на круг посмотрите крепот у нас идет круг вы можете видеть круг шина вот это да и крепление заходит на шину на шину на шину как бы не снизу она саму шину заходит именно на саму шину это все другое мы можем добавить с акварельными карандашами другое это я имею ввиду что какие-то шарики уже ну вот здесь дополнительно окей кто готов к цвету пожалуйста дайте мне знаю хуэзра и фоколаром place let me know так ждем сережа готова отлично альдана готова отлично алина смотрим хорошо отлично алина очень хорошо так отлично оставляем вот замечательно супер и линда вот теперь супер отлично да теперь крепление есть класс так или на готовы сережа готов а и на льда на готовы ева ты готова к цвету ева готова айлин и камила айлин готов камил готовы камил это готова супер отлично let's start теперь мы должны сделать цвета перейти к цвету естественно мы можем использовать более таки классические бежевые тона я наверное эти цвета и буду использовать или вы можете использовать любой цвет нитки который видите здесь например здесь зеленый it's up to you это как бы ваш выбор но помните мы должны использовать несколько цветов нам нужно использовать несколько то есть если мы берем green if you will take green we need to use минимум three tons of green нам надо минимум три тона зеленого если мы используем коричневый и хуэрис brown вы счете есть минимум три тона браун нам надо будет использовать минимум три тона браун коричневого я беру темно коричневый dark brown потом я беру просто коричневый just brown и очень такой светлый прям желтый я возьму and very light like orange between orange and yellow между желтым и оранжем вот три цвета которые я взяла для того чтобы красиво живописно это было да у нас такая будет работа живописную ту камил очень хорошая подборка до камил очень хорошим не особенно вот самый светлый тон у тебя нравится у меня такого нет он такой прям бежевый у тебя да вот наверно даже вот такой да алин вижу будет розово-фиолетовый отлично а и на вижу да прекрасная подборка будет коричневый а отлично у алины у элины будет голубой смотри элин у тебя один светло-голубой второй темно то есть третий практически неуловима разница да они практически одинаково возьми или сильно темнее один цвет вот один цвет сильно темнее возьми чтобы была разница ева супер а серёжа альдана да его очень хорошего есть дефренсис элин ты вижу разницу теперь она более ощутима теперь это более релевантно о вижу что аина тоже розовый делает такие супер и так у нас они должны быть поточены до поточены вот таким просто обычным способом но у меня поточен и напомню нам нужно под руку это очень важно very critical to put least under of your heart альдана вижу будет фиолетовенький такой отлично за хорошая подборка и так on taking darkest тонн я беру самый темный тон это стандартно всегда так вы был старт вам сиро и мы берем самую-самую тень а вот и где шедевая обещаю и хапан дубаром дошли и обратите внимание лук и хир а им джоин лайк лайнс лук и хир я сейчас сделаю поближе и потому что это очень важно мы не колорируем мы дон дуку лавы и джоин дэлайнс бекас как бы это как по фабрик да или это как линии нитки как нитки будут по-английски кто мне сказали я делаю контур а им джоин дэкон тюрбат вайлайт айдон пуш я делаю контур ночи легко я не нажимаю да и вот эти вот остальные как бы ниточки я нажимаю посильнее и полукруг что значит полукруг вот так вот это прямо а вот это полукруг видите по цилиндру by cylinder по цилиндру рисуем да серёж да очень хорошие цвета шикарные цвета темный средний свет прекрасно да серёж отлично очень хорошие айджон джоин дэкон тюрбат мб да или надо да правильно и старайся где-то потемнее из например из центра сильное нажатие легче сильное нажатие легче сильное нажатие легче то есть будет если вы так утрировать вот так видишь вот так чтобы там было темнее до серёж внизу 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 айлин да у тебя вопрос айлин они у меня нет вопроса все хорошо и потом посмотрите я начинаю медленно а теперь раз 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 сейчас я быстро буду и вы увидите как примерно это выглядит да примерно к как примерно это выглядит но за контур мы конечно не вылазим так да альдан альдан обрати да альдан обрати внимание что нитка будет чаще more often потому что когда плетут такие ловцы снов а нитка достаточно часто встречается то есть он наматывает и наматывает yes yes алина yes exactly and you can continue and look at here on the bottom will be darker tone then more close to the top more lighter да 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 правильно серёж обратите внимание вот тут будет темнее посмотрите вот тут темнее he will more darker yes on the top more lighter it's mean then you're pushing will be less ваше нажатие будет немножко меньше окей я тогда ускорюсь мы с вами примерно обсудили как это будет выглядеть и не забывайте подкладывать бумажку да серёж ну между большим и маленьким другом самым темным красить внутри да самым темным внутри красим да и потом чем выше тем светлее и светлее и светлее и светлее и светлее я делаю контур но достаточно светлый а справа и снизу достаточно темный тратки кейджи датон попробуйте поймать тон да разница кто не будет don't use dark brown and the top окей не используйте темно-коричневый сверху у нас темно-коричневый будет только с снизу ну снизу с боков это должно быть похоже на ниточки тук 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 и все смотрите я вот здесь делала может еще увеличу количество андрей нет и ген а он бы топ я как бы еще раз подверг делаю сверху да никакой сложности окей вы можете видеть что мы сделали здесь темно-коричневый видите именно здесь and in the center circle more dark tone и в центре более темный тон карандаша не должно быть видно you need to be sure that pencil will not pass карандаш этот простой не должно быть видно и на месте стыка посмотрите где наша картинка соединяется то я делаю тоже полоску до сереж и не делаем полукругами да верно все правильно мы делаем полукругом штрихи окей я сделала несколько коричневых сейчас это был темно-коричневый и вы можете видеть стыки где идет соединение я делаю более темную ниточку окей полукруг как скобки знаете как скобки рисуются если сломался давай подключим да или если я этот не смотрю на экран обязательно дать им знать продавай посмотрим супер отлично да или очень хорошо отлично эллин очень хорошие штрихи очень видео вижу стараешься замечательно да камила старайся использовать под рукой бумажечку и отдельный ластик ok очень красивая работа так аина аина прекрасно замечательно да да и продолжайся с цветами главное чтобы не было карандаша видно окей альдана суп обалдеть ильдана очень красиво очень красиво да очень красиво так я сейчас делаю посмотрите я сейчас взяла другой оттенок посветлей чтобы мой рисунок был более объемный алин как у тебя идут дела его камеру не вижу я заканчиваю так как у его дела тоже хочу посмотреть самый светлый будет вот 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 светлый смотрите и мы придадим свет сверху тоже раскрашиваем как бы полукругом и он затонирует там где свет он затонирует затонирует свет и как будто светлые ниточки там будут желтеньким видите как хорошо получается потому что мы используем несколько оттенков это придает как бы объем работе да да я его я хочу тебя увидеть цвет тень цвет тень тень это значит вот здесь вы должно более темно быть снизу да и сбоку более темные оттенки и желтые светлые сверху и посмотрите вот это вот вот это она не прозрачная it's not как но ты глаз это не как прозрачный обязательно есть закрытие то есть я когда ниточки нарисовала я теперь немножечко затонирую видеть я немножечко тонирую немножечко еле еле касаюсь тонирую коричневым для того чтобы прозрачная она все-таки не было и не забывайте don't forget the space where it connects to the circle вот это место где происходит connect до чтобы было видно что ваша веревочка она как бы ну зацепляется на ваш вот этот кружочек да обязательно за коннекте ну как бы вот вот полпо понимаете да где вот connect происходит вот тут вот чтобы соединение было тогда это более реалистично будет море а листик да и вода отлично снизу затонируй темным вот посмотри видишь меня темно-коричневый снизу темно-коричневый снизу снизу темно-коричневый затонируй должно быть коричневый до снизу так смотрим до или на отлично да старайся чтобы снизу было обязательно потемнее а сверху посветлее это значит что снизу затонируй так немножко синеньким прям затонируй да затонируй как будто бы вот так вот раскрашиваешь только сильно не давишь чтобы линии не было видно потому что линии все-таки полукругом должны быть да и тогда снизу у тебя сразу появится тень и не забудь внутри в середине нарисовать вот эти вот как сказать линии ниточки да которые у тебя исходят из центра они тоже здесь синие чем выше туда тема не светлей больше желтого можно добавить они играют разные оттенки посмотрите цвета играют вы а play in with tons мы играем как бы с оттенками цветов и сразу работа кажется более такой насыщенный реалистичный интересный когда несколько оттенков так ну что вот у нас уже красиво смотрится основание у меня здесь есть конечно хлястик я его просто раскрашиваю одессон дуратон я просто тонирую его и хлястики для наших першек мы тоже тонируем но не в один цвет я даю им толщину придаю толщину посмотрите это просто коричневый this is just brown это просто коричневый in dark brown this is the shadow don't forget about shadow что значит тень справа и снизу это значит что я темно-коричневый добавляю до темно-коричневый будет давать тень до серёжа отлично серёж не забывай что снизу чуть темнее да это более красный оттенок до более темный и сверху больше желтого тогда будет более светлый очень хороший круг или на хороший круг или сверху старайся не так сильно давить чтобы было ощущение что сверху свет да очень хорошо хорошо камилочка вижу отлично да камила уже переходит к хлястиком камил не забывай dark brown light brown dark brown light brown dark brown light brown dark brown light brown don't forget we are using two-three tons мы используем два-три тона and yellow where we have the light желтый там где у нас есть свет у нас ева отключилась да что-то у евы с этим с коннектом а сейчас я подальше сделаю секундочку и так вы можете видеть что работа становится более живописный потому что мы используем несколько оттенков you can see that work works is looking more and more interesting because we are using several tons да да или на видишь супер видишь отлично не забывай делать коннект только вот здесь вот ниточек да вот здесь вот как вот эти полосочки они могут быть темными но это место соединения да на вот этой на кружочки на этой шине так альдана отлично да у тебя немножечко другой силе это абсолютно окей it's ok то есть у тебя в одном тоне все это тоже окей очень динамичная работа красивая получилась мы сейчас будем переходить к перышкам и я покажу как мы будем делать перышки и так аймон час и проб и не баде датю танс а в браун я хочу видеть два тона коричневого айдон твантюс и джесс вантон не хочу видеть на только один тут аймон тусс и а пленов датонс да отлично его а супер снизу еще темнее сделай еще затонирую его когда более темным он у тебя коричневый но достаточно прозрачный из-за этого нет ощущения тени вот в углу луны темно а снизу прям затемней сразу будет объем далее отлично эллин переходи к нижним вот на что крепится вот эти перышки уже переходи к перышкам так давайте посмотрим промежуточно как у кого это дела вот вот его смотри сразу объем пошел бишь снизу тень отлично переходи к нижним отлично good job переходи к нижним хлястиком только тоже не забывай что у нас клястик тень цвет тень цвет тень цвет окей я не забываю закреплять каждую каждую перышку на темный хлястик я не забываю закреплять так кто готов перейти к перышкам дайте мне знать очень хорошо камила вообще шикарно камил очень красиво получается так кто и в самаре и вылетел на экстеб шоуме place альдана готова супер ева готова отлично его тебя хлястики сделано уже в цвет камила вижу готова окей у нее тоже уже покрыта так отменить а и на готова окей а им я тебе советовала бы взять красный и там где тень усилить тень да вот здесь усилить где-то подчеркнуть более какую-то хлястик темный сделать крепление темные где-то может быть вот здесь вот например да вот тут за перышком вот тут сделать чуть темнее да чтобы у тебя была игра цвета до темного и светлого окей а и чтобы было более контрастный свет и тень хорошо иночка да у был вопрос я немножко пропустила кто-то что-то спрашивал игре на да у меня не получается включить камеру ицки не переживай если камеру не получается включить просто следуй за нами окей или мама позови пусть поможет так да уже лучше аин возьми фиолетовый фиолетовый и тонко-тонко то есть не перекрывай цвет а сделаю например контур да вот смотри вот здесь у контур хлястик с одной стороны сделать просто тонкий фиолетовый контур тоненький вот здесь вот такой хлястик на котором квадратик держится тоже тонко фиолетовым альдана розовый вижу серёжа я тебе вижу альдана очень хорошо да серёж каким цветом делать в середине it's up to you розовыми а я рекомендую тебе таким же розовым делать то есть чтобы это было как бы хорошо сочеталось да таким же как вокруг и внизу да да самым тёмным справа самым тёмным а снизу посветлее и так давайте мы с вами перейдем уже к нашей самой интересной части это перышки да очень хочется сделать перышки также три оттенка любой цвет например я беру зеленый for example green any any color but the same idea любой цвет но такая же идея зеленый значит мы берем тёмный зеленый dark green just green and light green you should to have three times of green минимум it could be more for example I will add yellow four times but minimum three это может быть три тона но четыре пять но минимум три вот я взяла несколько оттенков да хорошо линда ты можешь взять еще добавить желтый для того чтобы твоя работа была еще эффект не да то есть художники используют 56 да 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 элина хорошо да серёж какой вопрос можете пожалуйста чуть чуть помедленнее рисовать да конечно давай сделаем так я сейчас нарисую одно перышко и остановлюсь для того чтобы те кто уже готовы сделали а ты пока делай ниточки а я остановлюсь окей значит алина очень хорошие цвета смотрим ой у аины да и хорошо два цвета светлый и средний практически одинаковые то есть хочется больше разницы в них увидеть то есть или совсем светлый еще светлее возьми оттенок чтобы у меня как самый светлый и вот это тоже самое смотрится но не одинаковые если он не одинаковый это окей такой может быть просто когда будешь рисовать давай посмотрим тогда да как будет выглядеть это абсолютно окей если они смотрятся одинаково но на бумаге разные это отлично супер окей давайте попробуем мы начинаем с какого оттенка от светлого или от темного дайлин чем от темного правильно и от темного еще кто-то слышал сказал мы все всегда начинаем от тени и очень важно чтобы был остренький видите острый до поточенный карандаш для того чтобы мы сделали тоненький тоненький контур и потом посмотрите как будто бы каждая перышко вот так раз штрих тут у меня контур то есть я контур обвожу сильно давлю а внутри я как бы сильно не давлю и у меня будет ощущение пера посмотрите как штрихи вырисовываю перо конечно контур у меня будет темный а вот эти штрихи делают ощущение что у меня там перышко я оставляю чуть-чуть места для того чтобы конечно у меня было место на другие оттенки ой прошу прощения вот так на другие оттенки но не забывайте что у нас снизу тень да то есть вот снизу будет темнее оттенки оттенки отсюда идет свет поэтому здесь я делаю более темный и конечно сверху какие-то будут выходить посмотрите do you see differences in the tone it's very critical да сереженька отлично именно так до конца ниточки дорисовывай вниз тоже очень хорошо ты делаешь тень свет супер очень хорошо это идет немножко дальше в глубину темный цвет элин да у тебя прям совсем край чуть-чуть больше туда в глубину доведи линии чуть-чуть глубже в остальном супер очень хорошо да сережа отлично очень хорошо сереж продолжай низ так смотрим у альданы отлично альдан у тебя получаются перышки не как перышко а из как будто металлические пластинки такие да такое бывает знаешь перышки как металл делаю и супер это твой стиль у каждого свистели это отлично альдан я тебе прошу несколько оттенков использовать и все значит аина хорошо да а им ближе я хочу увидеть штрих да то есть очень хочется увидеть штрих ближе 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 да вижу секундочку сереж вижу сейчас я покажу аин аин старайся делать но более однородный штрих что значит более однородный я щас тебе покажу итак у тебя штрих аин смотри вот так вот примерно так более однородный это который друг дружки прилегает очень параллельно видишь разницу то вот этот вот вот твой цвет вот так это но такой более хаотичный то есть каждая линия к линии должна быть камила шикарно тень свет сегодня камила просто прям дуга да серёжа теперь справа да давай можно есть делая некоторые пёрышки зелеными а некоторыми голубыми однозначно да конечно любой цвет главное несколько оттенков помнишь да очень хорошо или им теперь да свет тень видно окей значит таким же принципом мы делаем все пёрышки любого цвета айлин хочу посмотреть не успела серёжа отвечала давай теперь айлин ближе 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 айлин супер айлин супер обрати внимание что вот здесь вот вот здесь ты вот здесь супер все хорошо сделала здесь точно так же плотно заштриховала и достаточно мало места чтобы светлые оттенки сюда положить видишь да вот справа со стороны света поэтому но это тетя это пёрышко сбоку она в тени поэтому она хорошо шикарно смотрится следующая пёрышко айлин будешь делать учти это да что справа на правой половинке пёрышка оставь больше места для светлых оттенков то есть расстояние между полосочками вижу меня вот эта часть вообще не заштриховано да и расстояние больше то есть попробуй для других пёрышек использовать этот метод с одной стороны плотненько супер а справа где свет больше места для свету в расстоянии между штрихами окей и лина хорошо или на все супер оставляй и переходим к следующему хочу посмотреть и его камнила шикарно и так ребята хей класс и гадан идея how to do one item у и один дэсэм exactly the same for all all other items just with a different colors what color it up to you ok да серёжа вот такие зелёные оттенки пойдут пойдут прекрасные очень хорошие да супер 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 евочка его давай с тобой теперь его посмотри у тебя идет пёрышко очень красивый штрих шикарный его штрих шикарный пёрышко однотонная ты вот так его тонируешь сначала ев смотри для тебя тёмно-зелёным потом ты и тонируешь все прям поверх светло-зелёным а потом желтым и получается оно однотонная да так же не бывает что тебе нужно сделать ева ты когда рисуешь пёрышко ты например здесь тёмно-зелёный пропустила тёмно-зелёный справа просто зелёный тут чуть-чуть просто зелёный зашёл и потом жёлтый видишь оно более живописное получается чем когда просто в один цвет затонировать попробуй на других пёрышках да серёж вот посмотри смотри внимательно на моё пёрышко смотри снизу и по бокам видишь please don't wait me go to the next to the next item because i will show anybody how we will draw я хочу показать всем как мы будем рисовать но не ждите меня кто готов don't wait if you are ready вот посмотри евочка это для тебя посмотри я добавила зелёный да посмотри зелёный а справа я зелёный не стала добавлять потому что там у меня будет светло-зелёный или даже жёлтый окей или дальше жёлтый окей сейчас все остальное заколорировать но используя это правило but using this rule но используя вот конкретно это правило я сейчас сделаю немножко подальше серёж я тогда перехожу к следующему раз ты уже начал пёрышки окей можно и и конечно не забудьте полосочку посмотрите полосочку посерединке то тёмненьким светом не забудьте полосочку да вот полосочку посередине не забудьте сделать окей один один как бы этот готов я перехожу к другому у меня здесь ещё зелёный но я его делаю светло-зелёный I will do it very fast you can repeat after me it's up to you or to use your color или использовать ваш цвет I will do it very fast because I want to have opportunity to show and to recommend you everything я хочу это сделать быстро потому что у меня хочу иметь возможность вам помогать и подсказывать как что можно красиво закрасить окей и потом мы посмотрим как у кого получилось и потом посмотрим какие перышки у кого получились вы можете видеть что я кладу тёмный цвет где одно перышко другое перекрывает я кладу тёмный цвет где одно другое перекрывает если есть вопросы дайте знать если появятся вопросы и я добавлю коричневый I will add more brown to this item just to do it more warm tone я хочу просто более тёплый оттенок сделать вот этого перышка вот этого а этот холодный будет так вот у меня зелененькое перышко я рисую быстро I will draw fast just because I want to show you the final result просто хочу показать вам финальный результат и у вас ребят очень сейчас хорошо получается реально у всех очень хорошо получается поэтому я спокойно за результат так Элин да вижу Элин синий видишь такой моно цвет очень красивый всё равно яркий ну такой оттенок старайся чтобы разница между светлым и тёмным была более ощутима то есть следующее когда перышко будет чтобы тёмный и светлый был более лучше разницу видно да так вот у меня три оттенка есть фиолетовый красный и оранжевый и я сейчас буду делать тёмно-красный красный я буду делать тёмно-красный и старайтесь делать аккуратненькие линии мы можем ускориться we will start to do it faster to make sure that we will finish just просто уверен что закончим альдан как у тебя дела отлично супер мне очень нравится вот это розовое мне очень нравится перышко отлично отлично переходи к следующему я хочу чтобы прям все закончили ну как урок закончится чтобы у всех были красивые красивые ловцы снов музыку чуть-чуть слышно ребят или не слышно чуть-чуть слышно чуть-чуть слышно чуть-чуть слышно окей знаете обычно художники когда рисуют они с музыкой рисуют не знаю а вы как любите с музыкой или без кто как любит расскажите иногда у нее могут быть слова иногда она может быть без слов просто музыка окей если у кого-то вопросы как что-то рисовать просто посмотрите на мою работу да то есть я сейчас делаю вы можете просто следовать за мной камила не забывай листочек подкладывать под низ камил не забывай подкладывать чтобы работа чистая была да отлично да супер умничка это ко всем конечно если у кого-то я заметила проверьте сразу себя что вы положили что-то под низ и работа не пачкается так у меня вот красный уже готов отлично алин ближе ближе не успела не успела так ближе 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 да алин обязательно у темни вот там где стержень проходит у темни чтобы его лучше было видно да сережа отлично да не забывай его там где крепится у темни да то чтобы было видно где крепление идет где идет полосочка где идет крепление чтобы было видно так отлично да элина отлично продолжать супер у нас осталось несколько перышек супер отлично да элина идею поймала замечательно штрих посмотрите я обвожу я стараюсь штрих 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 чем ровнее штрих тем больше будет похоже на перо видите да штрих больше на перо будет похоже у него класс мне нравится радужная у евы замечательно вообще классно отлично я у тебя у луны кончик не вижу то есть он немножко как будто обрубился снизу снизу чуть-чуть заостри чтобы его лучше было видно цвет более острые и сделай окей у нас осталось 15 минут я поэтому чуть ускоряюсь и вы можете тоже видите как штрихи накладываю сереж камера пропала альдан как у тебя идут дела супер отлично отлично продолжай в том же мне вот сейчас мне очень нравится что ты несколько оттенков используешь очень-очень хорошо вижу сережу отлично а а а а а так, да, да, Альдана, О, Ева, прости, Ева, отлично, да, Сережа, хорошо, продолжай также, не забудь у оранжевого перышка тоже сделать крепление, да, крепление не забудь делать, обязательно сделай крепление, отлично. Так, у меня осталось голубое и какое там и желтое, окей, blue and yellow, я сделала желтый, отлично, да, 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 желтый, тень у желтого это оранжевый, это оранжевый, поэтому, Элин, если ты делаешь контур оранжевого этого желтого, особенно слева, тогда будет более контрастно, да, Альдан подустала? Чуть-чуть осталось, давайте доделаем, хочу посмотреть, как у кого получилось, эй, не успела, Альдан? Да, 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 отлично, у тебя очень-очень хорошо, осталось буквально два, о, ничего себе, как много, отлично, Аина замечательная, Аин, у желтого надо более контрастную тень оранжевым, у голубого более контрастную тень синим, да, Элин, видишь, Элина, сразу контрастнее, вот у Аин, Аин тоже чуть-чуть контрастнее, окей? То есть, несколько штрихов у голубого поярче сделать, можно посильнее надавить со стороны тени, да, там, где тень, усилить линии, именно линии, штрихи сделать теневыми, можно даже немножко фиолетовый или темно-синий туда добавить. И, hey, класс, who did everything, кто сделал все, обязательно добавьте шарики, то есть, помните, мы шарики делали, да, но, опять же, они должны быть объемными, я советую, когда будете делать шариками, давите на карандаш сильно, чтобы они были яркими, то есть, вы можете делать очень яркими, если вы будете давить на карандаш, то они будут очень-очень яркими. Вот я давлю сильно-сильно на карандаш, да, Сереж, отлично, вот, Сереж, хорошо оттенки чувствуешь, тень, свет, замечательно сегодня прям, перышки хорошо получились. Амулет, голубое перышко, О, Камила, замечательно, очень хорошо. Камил, добавляй шарики, вот эти вот шарики, посмотри, вот эти шарики добавляй, кругленькие, да, и у тебя работа готова. У нас осталось 10 минут, кому нужно добавить какие-то шарики, добавляйте, там, красные, желтые, и посмотрите, если мы добавим шарики вот сюда, вот сюда, просто, например, красный шарик, это придаст изюминке, когда вы шарики, ну, как бы, как будто немножечко надеваете на, на ниточке, я бы Альдане только не советовала, у Альданы уже такой достаточно насыщенный рисунок, да, Аин, да, Аин, старайся более рандомно сделать, у тебя вправо много шариков, старайся, чтобы это было достаточно равномерно, да, распределено. Можно просто в один цвет. Аин, как у тебя дела? Айлин, угу. О, отлично, да, Айлин, тебе обязательно надо добавить шарики, и Айлин, знаешь, что тебе нужно? Вот этот контур, который делала, да, ты, тебе нужно добавить немножко усилить яркости, то есть, может быть, даже контур, ну, как бы, снаружи и внутри обвести посильнейше, потому что он теряется немножко, и темно-красным, как бы, придать контрасту ему, ладно? Тогда он будет ярче, потому что он у тебя нежно-розовый, контраста хочется. Да, Ева, отлично, отлично, Ева, очень-очень хорошо, сейчас мы уже будем подходить к концу, если какие-то, ну, еще детальки, пожалуйста, включите, доделайте. Ну, так, вот, вот, Аин уже лучше, Аин вот здесь вот, ну, ближе к краю, может быть, 2-3, вот тут добавь, Аин, вот тут вот, 2-3, это для Аины, да, 2-3. У Камилы камера пропала, и сейчас будем фотографироваться. Я не дорисовала желтый, желтый это оранжевый, да, вот я сейчас сделаю быстро, чтобы было примерно представление, как это будет выглядеть. Конечно, сразу добавляю и оранжевые шарики, обязательно. Ирина, такие цвета пойдут для головы. Да, 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 очень хорошо, Сереж, ты по оттенкам сейчас очень хорошо подбираешь оттенки, супер. Проверьте, все ли у вас выполнено в цвете, потому что скоро мы будем фотографироваться. Я вижу, Альданочка буду встала, да, у Альданы прям такой металлический, красивый получился этот, украшение из металла прям такие. Получились, Шамаханские. Так, Сережа, камера снова пропала, но it's ok. Так, Сережа, камера. Я тоже чуть-чуть заканчиваю, хочу, чтобы у нас у всех, да, были законченные работы. Так, ну и несколько точечек можно каких-нибудь, да, красивых добавить. И сейчас будем смотреть, как у кого получилось. Я не добавила зеленых. Сейчас добавлю зеленых. Смотрите, у Алины настоящие есть. О, Алина, очень-очень хорошо, супер, да, объемные перышки получились, отлично, отлично. Алин, красное перышко с краю, сделай ему более такой очерченный темный красный край и тень, для того, чтобы оно отделилось визуально от желтого. Окей? Прямо более яркий. Вот я тебе прям делаю, показываю, видишь? То есть, вот чтобы оно здесь у меня зеленое, а у тебя там желтое, чтобы оно визуально отделилось, сделай, пожалуйста, край, вот самый край потемнее, чтобы, ну, не, не, ну, как прям отделение было. Вот у нас примерно получилось так, то есть, получился вот такой красивый, красивый, шикарный ловец снов. У всех получился свой дизайн, у всех очень получилось красиво. Если кому-то хочется, я сейчас покажу, что вы можете добавить. Это по желанию, это по желанию, это не обязательно добавлять, это просто по желанию. Сейчас я вам покажу. Так. Это тень, да, то есть, если хочется чуть-чуть, например, добавить тень, не обязательно добавлять, я вам сейчас покажу, как это выглядит, и вы потом сможете решить, хотите вы добавлять это или нет. Тень. 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 Также, конечно, но иногда как бы кто-то любит это, поэтому как бы я показываю, как это будет выглядеть. Но это up to you, да, то есть, можно и не добавлять. Я просто взяла серенький карандаш и немножко придала тень от предметов, и все. Но если хотите, так тоже красиво оставьте, не добавляйте, и я эту тень потом чуть-чуть размою, это будет видно, потому что карандаш акварельный, я смогу это размыть, я сейчас вам это покажу, у нас 5 минут осталось, альдан шикарный, супер, а льда не точно, тень не надо делать, а льда не точно, потому что у тебя яркая достаточная работа. Я сейчас возьму водичку, размою, покажу, вы не размывайте, это размывается только тень, яркие предметы, которые вы рисуете, не размываются, я вам сейчас покажу, как это выглядит. Если немножко боитесь, не делайте это. Мы не используем это для основного рисунка, потому что рисунок у вас достаточно четкий в этом идее рисунка, да, что он четкий и в этом красота рисунка. Ну, вот так примерно выглядит размывание, то есть вы можете видеть, это акварель, на самом деле сухая, и она примерно вот так размывается и придает такой немножко романтичный стиль. Край я тоже немножко размываю. И придает романтичный стиль. Да, какой вопрос? Сейчас будем фотографироваться. Можно оставить? О, да, конечно. It's up to you. Я просто показала, как это может выглядеть, например, если размыть. It's up to you. You shouldn't do this if you don't want. If you like the result, you can leave it like how you have it right now. Вы можете оставить, как вы имеете это сейчас. Вот я немножко размыла, и есть ощущение, да, что такая более как живописная работа, но это не обязательно делать. It's up to you. То есть вот немножечко, как бы, есть размытие, и примерно это выглядит вот так. Итак, мы сейчас будем фотографироваться. Don't do, please, don't mix the color for the main draw. Не миксуйте цвет для, не размывайте для основного рисунка. Итак, давайте посмотрим, как у нас получилось. Вот так примерно это выглядит, когда мы немножко размыли, для того, чтобы дать такой, знаете, немножко живописный характер. Да, вы можете видеть, я немножко контур размыла. Это up to you, но сам, сам, перышки мы не размываем. Мы не размываем перышки. Камилочка, не размывай перышки. Yes, around a little bit, but the main, основной рисунок, the main drawing, we don't mix with water. Окей? Поднимите вашу работу, давайте сделаем фотографию. Up your works, let's do the photo. Так, да, поднимите, поднимите, держите, держите. Hold on, и да, задержите. Так, Камила, Камила, вот так вот, супер, супер. Айлин, где Айлин? Где Айлин? Так, Ева чуть подальше, так, Ева чуть подальше, Камила посередине, Камила, хочу всю работу видеть. Вот так, улыбаемся, раз, два, три. Проверяю, что получилось, секундочку, я проверяю. Айлин, где Айлин?